всем привет сегодняшний ролик очень интересный потому что он не только про планировку как мебель расставить а сегодня мы будем говорить о планировке и организации жизненного пространства с точки зрения психологии а именно мы будем говорить сегодня про спальню родителей с психологом и не просто психологом а психологом с эксологом вот так вот ребята так что это не только мои слова а мнение профессионала по поводу того как организовывать ваше жизненное пространство поехали ребята прежде чем вы начнете смотреть ролик подписывайтесь обязательно на канал жмите на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о полезных видео а их будет несколько если мы говорим об оксане и об этом замечательном профессионале психологи мы еще про детей с ними и вообще о том как организовывать пространство в целом для семейной пары и пары с детьми поэтому будет очень интересно ну а пока знакомимся с оксаной оксана привет привет спасибо тебе что согласилась со мной снять этот видеоролик очень полезный между прочим однозначно да для начала расскажи о себе моя аудитория с тобой не знакома кто ты что ты вообще какие заслуги так сказать перед отечеством меня зовут оксана луканина я психолог сексолог я получила на фундаментальное образование в россии и сша еще я автор курса про знакомство который помогает людям познакомиться между собой между прочим встретить свою пару и еще знаешь какой момент этот курс помогает реновировать если с точки зрения дизайна и архитектуры даже разговаривать отношения которые существуют и которые дали трещину то есть чтобы медовый месяц вернулся в отношения и сейчас я запускаю новый курс называется . g получения удовольствия от жизни и секса о чем это о том что мы должны быть легкие классные жить в удовольствии в том числе и в красивом дизайне квартиры так что вот так я знаешь я очень рада что ты меня пригласил в этот свой выпуск потому что мы практически первооткрыватели я изучала литературу на эту тему никто про это не говорит ребята у вас есть уникальная возможность быть первыми и посмотреть на пространство не просто с точки зрения расставления мебели покраски стен в тот или иной цвет выбора стиля классического или современного а с фундаментальной точки зрения а именно мы сегодня кап капнем вглубь и поговорим об таком наиважнейшем месте в квартире или доме как спальня родителей все верно вот оксана ты не сказала про медовый месяц а ведь действительно так как посмотришь на пары прошел медовый месяц где все сладко хорошо красиво замечательно а потом начинается что называется бытовуха жизнь работа и так далее и так далее вот и мы начинаем забывать про те счастливые моменты в жизни особенно когда начинают появляться дети и вот поэтому я всегда говорю ребята все вы помните не не никто не даст соврать что я всегда говорю о том что в квартире в доме мы всегда должны обязаны организовывать пространство таким образом чтобы у родителей появилась своя территория что имеется в виду территория родителей так называемая мастер спальня это когда есть спальня где кровать стоит гардероб и ванная комната ну или душевая все за одной дверью это получается такая мини квартира в квартире это такой номер в отеле если хотите это такая мечта я бы сказала для каждой пары да но для того мы дизайнеры есть чтобы мечту осуществить в реальность а ведь многие об этом не думают вот давай на этом по этому поводу поговорим вот вопрос номер один вот пока детей нету ведь наверное это не так важно в принципе вся квартира в твоем распоряжении занимайся сексом где хочешь да ну если мы же про секс сегодня да про секс и родить то есть радость интимных удовольствие никто не отменял да то есть давай вот про это то здесь наверное это не так критично как ты считаешь а но давай начнем с того что было бы классно в идеале чтобы вот так было что два человека живут между собой у них нет проблем никаких и они занимаются сексом и живут в удовольствии это это прямо сказка вот поэтому поэтому и существует моя профессия психолог сексолог и мы работаем в этом направлении чтобы действительно вот ну каждый день был наполнен любовью близостью и не только физической но и эмоциональной и так далее да когда нет детей в принципе у нас вся территория наша и не только нашей квартиры но и в принципе вообще всего мира где хотели там захотели там и получил удовольствие оксана переходим ко второму вопросу с первым то все понятно второй вопрос второй этап в жизни семейной пары это когда они завели детей и вот тут я считаю как дизайнер мы как проектировщики я и мои коллеги дизайнеры архитекторы просто обязаны предусматривать в жизненном пространстве в любом территорию родителей для того чтобы обеспечить их дальнейшую счастливую жизнь и ты знаешь я столкнулся с тем что не все мне как бы в этом верят ну то есть зрители зрители заказчики коллеги то есть некоторые коллеги до сих пор проектируют так что мастер спальни то есть как это происходит тебе приходят клиенты и говорят нет никакой спальни отдельный у нас будет совместное жилье с ребенком и слушай но происходит это очень просто значит приходят с проектом дома например сделайте мне дизайн интерьер проект дома уже кто-то же его сделал подник сделал или они готовы взяли значит на втором этаже 4 спальни 1 ванна ну то есть как они это себе представляют да то есть это что ну во первых с утра туда очередь должна выстроиться да значит ванну а ты как психолог сексолог скажи мне вот если сексом они ну так сказать бывает иногда но захотели родители так сказать вспомнить медовый месяц а тут дети понимаешь и чё делать и ванна занята она здесь знаешь даже немножко по-другому я бы к этому подошла во первых это про эмоциональное здоровье детей в любом случае дети должны как-то сказать получать ту информацию которую они должны получать в определенном возрасте да и и излишне и когда вот допустим маленькая квартирка и ребенок зашел в комнату в тот момент не в нужный момент это конечно ничего в этом критичного нет можно объяснить и так далее если заниматься образованием вот именно сексуальным до образованием ребенка все время не в один момент силы рассказал все выложил всю эту информацию но в целом конечно с точки зрения комфорта и родителей и ребенка нужно разделять эти территории у ребенка должна быть своя жизнь своя территория а родители это взрослые люди которые строят самостоятельную жизнь независимо от детей тогда следующий вопрос вот есть две планировки одна до вашего перепланирования другая после перепланировки в которой уже есть мастер спальня то в первом варианте нет мастер спальни во втором варианте есть мастер спальни вот ты как профессионал как психолог расскажи пожалуйста что будет происходить у тебя ведь и опыт есть что будет происходить со временем с парой в первом варианте и с парой во втором варианте когда у них есть уже один ребенок или двое. Ну, давай на примере возьмем не так давно прошедших событий. Это вот ковидные ограничения и почему очень много браков посыпалось. А здесь даже не дети виноваты. Здесь вообще в целом взаимоотношения людей. Потому что мы шли в каком-то там кризисном эмоциональном состоянии, пришли вот в этот ковид и началось. Мы живем в маленькой квартире, у нас нет собственного личного пространства, даже друг от друга, да, и тут еще и дети, и мы все вместе. Соответственно, у нас нет разрядки, у нас нет эмоциональной разрядки. И про секс тут уже как бы все забывают. Потому что по поводу секса есть две функции. Есть гедонизм, есть продолжение рода. На продолжение рода всегда есть энергия, на гедонизм не всегда есть энергия. Если мы не высыпаемся, если мы в стрессе, ну, то есть регулярный хронический стресс приводит к понижению либидо, а сексе вообще люди не думают. И, как правило, мне кажется, именно в ковидные ограничения к этому все и пришли. То есть это стресс, это скандалы, это истерики, все. Забыли про удовольствие. Ну, стресс, потому что люди живут на одной территории, постоянно сталкиваются, не имеют возможности друг от друга отдохнуть, и это приводит к конфликтам. Это ты хочешь сказать? Да, вот это я имею в виду. И плюс еще то, что когда здесь дети с нами, то есть вот про первую планировку мы с тобой сначала говорим, то, что мы все вместе. У родителей нет своей жизни. То есть все вместе, дружненько живем. Они не живут, ну, родители не живут своей жизнью, не общаются, не обсуждают какие-то вопросы. В том числе, ну, и тут, и, соответственно, тема секса уходит вообще куда-то на 39-е место. А если у нас в иерархии нашей психики нет в топе этой темы, не горит она лампочкой, то этого и не будет в жизни. Ну, подожди, кто-то тебе возразит, например, скажет, ну, слушай, ну, мы на кухне посидим, дела обсудим, ребенка спать положим, а потом спокойненько, значит, пойдем. Так, замечательно. Если такой уровень отношений, здесь же я про разные отношения говорю, но статистика говорит немножко о другом, то, что семьи-то действительно начали очень сильно сыпаться и разрушаться, очень много разводов. Поэтому здесь стоит задуматься. Все-таки я думаю, что здесь как раз, знаешь, прямой показатель, какие, ну, это вот такой квартирный вопрос в какой-то степени сыграл роль. Понятно, что там были непроработанные отношения, плюс этот стресс, и это вообще непонятно, все в страхе, в панике и так далее, но в том числе квартирный вопрос влиял на эту ситуацию. Ну, то есть, другими словами, чтобы понятно было аудитории, и мне лично, правда ли, что пространство, которое окружает нас, в котором мы живем, влияет на наши отношения, которые в моменте и которые, естественно, в будущем мы получим? Конечно, это то, как строится наша жизнь, то есть квартира и тем более наша спальня, если, допустим, нам нравится наша спальня, это место, где мы получаем удовольствие, мы туда стремимся идти. И, соответственно, если это как-то по-другому, мы стремимся бежать на работу, мы стремимся бежать из дома, и вот так все происходит, так все, ну, как-то по-другому, не по лучшему сценарию, как бы хотелось. Ну, то есть, получается, все в наших руках, как говорится, организовывая пространство, правильно? К дизайнеру, да. Можно к дизайнеру, можно самому, можно поучиться, собственно говоря, но смысл заключается в том, что, само собой, всего не случится, вот этой эфирии с медового месяца недостаточно, оно не продлится там долгие года, то есть, это нужно как-то поддерживать, подпитывать, как костерок дровишками, да? Так да, даже, знаешь, вот здесь с точки зрения, ну, такого, немножко леньбеза, первый год вообще отношений, он очень отличается от всей остальной жизни, с точки зрения гормональной даже. Знаешь, вот есть такое понятие, как половая конституция, это о том, что одному человеку нужно сексом заниматься несколько раз в месяц, а кому-то каждый день несколько раз. А вот именно в первый год отношений, это все намного чаще происходит, там не говорят, вот это вот наша природная генетика, а говорит именно вот, ну, какие-то гормоны за нас. И потом, когда мы начинаем уже дольше жить вместе, все меняется. Вот таким образом. Задам такой вопрос. Вернусь, собственно говоря, к нему. Предположим, что одна семья живет вот в условиях детская спальня и одна общая ванна, другая семья живет детская, а спальня родителей как территория со своей ванной. Она отдельно. Скажи, пожалуйста, вот ты как профессионал, психолог, сексолог, через три года что произойдет, ну, или теоретически, или практически ты на своей практике такое видела, с одной семьей и с другой. Родители я имею в виду. В следствии того, что первое, ну, в силу объективных причин и пространства будет заниматься сексом меньше, ну, прямо будем об этом говорить, потому что, ну, извините, дети тут бегают, а тем более они подростки, подростки вообще спать поздно, ложатся там, водички будут попить, бегать. И ты пока ждешь, они там уснут, уже сам уснешь. И вообще уже как-то не до этого. И второй случай, когда есть территория родителей, там, со своей ванной, я не знаю, душевой, где жена может вообще закрыться там в ванной, порасслабляться там полчаса, вообще от всех там отдохнуть, так сказать, потолки, ноги в потолок, да, а в первом случае это невозможно, потому что дети в ванну ломятся. Три года одни живут, три года другие живут. Вот твое мнение как профессионала, что с людьми будет происходить в их сознании, в их отношении. Ну, вот смотри, если, допустим, посмотреть ситуацию того, даже элементарно, не секс же, это одна из важнейших частей нашей жизни. И вот как я уже говорила про функцию гедонизма, если мы правильно не отдыхаем, если мы правильно не релаксируем, не отстраняемся от всего окружающего мира, соответственно, у нас и хорошего секса не будет. Поэтому, вот я уже, наверное, сказала про это, но все равно еще раз повторю, что когда мы все на одной территории, когда у нас нет личного пространства и нас как пары нет, у нас нет личного пространства от детей, то есть у нас постоянно мы все вместе, мы взаимосвязаны, ребенок к нам пришел, мы вот тут все, значит, в одной кучке, то как бы процесс немножко другой происходит. Да, это классно, мы семья, но все равно мы про взрослые отношения, мы про взрослую коммуникацию, в том числе взаимодействие с детьми. Ну, то есть наш ребенок – это тоже осознанное существо, осознанный человек, который живет своей жизнью самостоятельно. Мы строим свою жизнь, то есть раньше как строились все семьи, и сегодня это тоже продолжается, это же неплохо, просто немножечко отстраниться нужно, что мама вся в ребенке, то есть и все, больше никаких интересов нет, папа на работе. И вот так получается, такая механическая автоматизация какая-то, ну, то есть как роботы люди живут, нам нужно уйти от этой роботизации и вернуться именно в отношения. И вот эта вот спальня – это то место, где люди возвращаются в отношения, возвращаются к близости, и в том числе к себе. Ну, то есть ты говоришь, что вот пошла жена отдохнула в спальне, вернее в ванной, там релакснула, супер, потому что они знают, что им нравится. То есть это про то, что муж знает, что нравится жене, жена знает, что нравится мужу, и они коммуницируют и общаются отдельно от детей. С ребенком они говорят на одни темы, между собой они говорят о ребенке и на свои темы, которые действительно их касаются и действительно волнуют. Оксана, тогда задам тебе, пожалуй, последний вопрос, а точнее даже не вопрос, а попрошу твоей рекомендации. Вот нас смотрят зрители, которые уже сейчас или в будущем планируют свое пространство, то есть какой-то дизайн придумать, какой-то ремонт сделать. Какие рекомендации ты дашь моим зрителям, как с твоей точки зрения, с точки зрения психолога, можно и нужно организовывать пространство, семейно парить, тем более с детьми? Ну, ты знаешь, первая моя рекомендация, когда я с тобой познакомилась, я поняла для себя, что нужно идти к дизайнеру интерьеров. Ну, или идти к тебе на курсы, изучать вот этот вот курс и самостоятельно это делать. Это такая экономия финансовых средств, ну и как бы и какое-то расширение своего сознания. И в этот момент, кстати, я тебе говорила, что я захотела свой кабинет психолога-сексолога, который будет соответствовать тем реалиям, которые вот я проживаю. И я хочу, чтобы мои клиенты были в комфортных условиях. И соответственно, рекомендация людям, что нужно идти, скорее всего, к профессионалу, который сделает пространство спальни отдельной. Чтобы, ну вот мы сегодня целый выпуск говорили про зонирование, что дети должны жить в одном месте, мы не должны быть привязаны к детям, мы должны все равно отстраняться. Мы взрослые люди, и мы строим свою жизнь, сексуальную жизнь в том числе. Соответственно, конечно, спальня должна быть отдельно от детей. Спасибо, Оксан, тебе большое. Друзья, ну, в общем, вы слышали мнение профессионала, психолога, сексолога по поводу того, как нужно организовывать пространство, не с точки зрения там рюшечек, каких-то финтифлюшечек, а именно с точки зрения организации пространства. Тем самым мы программируем свою будущую счастливую жизнь. Поэтому, ребята, обращайтесь к профессионалам, либо делайте сами, учитесь этому. Можете у меня поучиться, а можете на других каких-нибудь классных курсах. В общем, пишите в комментариях ваши впечатления, ваше мнение, как у вас организовано ваше жизненное пространство. Ну, а на этом все. Всем пока. Лайк поставьте. Да пребудет с вами муза. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok